Мы привыкли к определенному образу хищной птицы. Ну вот, например, орел или коршут. Посмотрел и сразу ясно, такая птичка с зернышки клевать не будет. Представление человека, далекого от орнитологии, хищные пернаты должны быть велики размерами и иметь серьезный вид. А жулан, ну разве такими бывают настоящие хищники? Всего 30 граммов веса. Жуланы входят в семейство сорокопутовых. На территории России гнездится 9 видов их представителей. Редко, но можно встретить их на территории нашего края. Есть две версии. Первая версия звучит так, что сорокопуты очень похожи на сорок. А по второй версии сорокопуты гоняли сорок, выгоняя их из своих гнезд и занимали тем самым те самые места. Ну, на самом деле, славянское происхождение слова ближе к тому, что сорокопуты просто внешне и по поведенческим особенностям похожи на сорок. Орнитологи в шутку минуют жуланов шашлычниками. Их так прозвали за очень своеобразный способ поедания добычи и запаса на черный день. Когда они находят свою добычу, они не просто так ее съедают, а накалывают на веточки, на колючки и так далее. И затем уже могут поедать. Конечно же, если вдруг это происходит в каких-то садах, то людям не очень нравится видеть на своих колючих кустиках наколотую еду. Питаться они могут как мелкими млекопитающими, такие как грызуны. Иногда могут поедать в том числе и молодых птиц, маленьких воробьинообразных. Если происходит недостаток ящериц и грызунов, то также они могут питаться и насекомыми в том числе. С рождения жуланы очень плохо поют. Но они хорошие подражатели. Подслушивая концерты певчих, они тоже начинают солировать. Из-за этого нередко попадают в клетку. Но жуланы – очень агрессивные птицы, поэтому вмешиваться в их свободу не стоит. Если вы пожелали содержать дома эту птаху, то лучше брать не взрослую особь, а крохотного птенца. Дело в том, что когда жулан подрастает, у него вырабатывается инстинкт хищника. Птица никогда не подпустит к себе человека. Птенца гораздо проще приручить к клетке. Но и петь он тогда тоже не будет.